Вот на этой штуке можно подниматься на торговый центр Арена, 360, то есть вокруг вся крыша, можно ходить, вот впереди у нас фонтан Манджуик и здание, вот эти палец мои, это не дворец никакой, а оказывается построено было специально на выставку, одну такую грандиозную, ну это сейчас музей искусства, а выше вон на вот этом вот пагорбе, это музей искусств Каталонии, а выше на фолме ботанический сад в Арселонске, но все это вот площадь Испания, очень красивая площадь, и сейчас я пройду... Почти 360, но не 360, вот есть, показывается, что здесь основное. Немножко буду не 360 делать, а так, потому что не все оно красиво и интересно. Здесь очень много не только красивых зданий и видов, и растений, здесь очень много красивых людей. Во-первых, люди здесь из разных абсолютно стран, здесь есть индусы, китайцы, корейцы, японцы, не знаю, здесь есть латиносы, европейцев очень много. Это вот закрытая часть. Так, останавливаем, продолжим позже. Вот, продолжаем. Так вот, здесь очень много людей красивых, и просто ходишь как, не знаю, по подиуму вокруг тебя, ходят модели практически. Очень люди ухаживают за собой, и вообще. Все, вот это вот тот самый парк, который я снимал вчера на фото, и в сторис. Это парк Жан Миро, это тоже такой художник, скульптор, в общем, выдающаяся личность, не хуже, чем кто-то. Вот, и я хочу вам сейчас сказать, здесь видите, система такая, энергия, тепло, электричество. Здесь, вон, на крыше вы видите, дальше в парке, в самом, на крыше библиотеки тоже солнечные батареи. То есть люди думают о восстановлении экологии, о сохранении. Кстати, сверху это смотрится не так даже прикольно, вот этот парк, согласитесь. Снизу вообще эти пальмы, все, а так, ну такое, да. Песочница, и мне и кустики, может потому, что высоко. Вон там прям, вот где мой палец, я не знаю, видно будет мой палец, вон где мой палец, сверху, там такое здание, еле-еле видно, на видео его не будет видно. Это вот этот вот костел для фамилии, и я к нему сегодня должен прийти. Вот, а там вот горы, вообще очень красивая Барселона. Тут и горы, и все, что хочешь, и город. Всяких парковок подземных множество. Всякие туристические места, спортивные места. То есть, ну, я не знаю, что... Тут все можно найти, все, что тебе хочется, все, что хочется твоей душе. Такие вот ремонты постоянно везде идут. Ощущение, что здесь вырует життя в Барселоне, но оно тебя не давит. Вот пару небоскребов стоит, и все, и семиэтажные здания. И тебя ничего так вот не гнетет. Нет такой застроенности, как, например, даже в том же Киеве. Но я не против строительства. Это хорошо, когда есть деньги, которые вкладывают. Но, тем не менее, это, ну, приятнее, когда вот так вот, небольшие здания. Ну, конечно, не двухэтажки, а то такое ощущение, что где-то совсем в селе. Вот как выглядит этот красивейший памятник на площади Испания. Испания и столько много движения. Видите, какая красота только. Мы снова вернулись практически туда, куда поднимались. Вчера там я снимал фонтан, сегодня я уже туда подниматься не буду. Дальше, вон там, где эта вышка, вот там, там за горой стадион. И даже видно его прожектора немножко. Не знаю, полезу ли я туда, пойду. Там тоже должно быть очень красиво. И там вот виднеется очень красиво. Дальше тоже небоскребы. Движняк, конечно, на туше свет. Все, на этом обзор 360 градусов площади Испания с высоты торгового центра Арена завершен. Дальше пойдем бродить, блукать на пляж. Всем хорошего вечера, кто это смотрел. Ой, вечера, почему вечер? Дня. Дня. Значит, солнце припекает. А я забыл очки. Второй день хожу без очков солнцезащитных. Зачем я их брал? О, вот видите, здесь очень много таких вот автобусов с открытым верхом для того, чтобы можно было туристам рассмотреть Барселону. Потому что, смотри, здесь очень много есть и внизу, и в высоту, и везде, везде, везде. Вот так вот вы теперь видите, как выглядит площадь Испания. Да Испания даже пальмы есть на крышах домов. Слушайте, ну это вообще очень много двориков, очень много таких террас, вернее, у квартир. И там очень много растет всего интересного. Всем хорошего настроения.